Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня среда, 24 февраля. И сегодня я предлагаю рассмотреть динамику золота и индекса S&P 500, которые подают неоднозначные сигналы. Золото на прошлой неделе снижалось и сейчас, вероятно, достигнув коррекционного дна, готовится к новому росту, так же, как и индекс S&P 500, недавно резко скорректировался и сейчас подает сигналы на возобновление восходящего движения. Итак, давайте посмотрим подробнее. Золото продолжило снижение, как и предполагалось в прошлом обзоре. Сценарий здесь отработан успешно. Правда, перед снижением локальной коррекции для RTS сопротивления на 1813 не случилось. Цена просто продолжила начавшееся уже движение, в итоге достигнув целевую область между 1773 и 1752. Однако затем развернулась и начала расти, вернувшись к сигнальным уровням, где и торгуется в данный момент. Ну и вот на данном моменте вполне можно предположить, что нисходящая коррекция подошла к концу. И при закреплении в нынешней ценовой области котировки могут продолжить свой рост дальше. Поэтому предварительно основным сценарием на ближайшую неделю станет ориентированное восходящее движение. Собственно, на актуальном графике для подтверждения этого сценария цены необходимо уверенно закрепиться в текущем районе. Вероятно, для этого понадобится ретест уровня поддержки на 1791. Если уровень удержится, то последующий отскок от него уже дашь шанс покупателям развить очередной восходящий импульс с ближайшими целями в области между 1848 и 1865. В свою очередь, отмена текущего сценария состоится при пробое и снижении ниже разоротного уровня на 1773. А вот ожидания продолжения роста в индексе S&P 500 себя не оправдали. Сценарий так и не был отработан. Хотя, с другой стороны, не была исключена вероятность развития текущей коррекции. Тем не менее, котировки опустились ниже поддержки на 3906, а затем ушли и ниже разоротного уровня на 3871, отметившись на уровне 3816. После чего начали резко восстанавливаться, торгуюсь около сигнальных уровней в настоящий момент. Учитывая все обстоятельства движения индекса, вероятность того, что нынешнее снижение исчерпывает коррекцию, весьма высока. Последующая попытка восстановления может быть расценена новым импульсом в рамках восходящего движения, поэтому прежний сценарий на рост пока остается в силе. И вот, собственно, на актуальном графике подтверждением намерения на продолжение восходящего движения станет закрепление цены стабильно выше сигнального уровня на 3871, после чего котировкам предстоит выйти выше уровня 3906, что уже позволит цене нацелиться в область последнего максимума на 3958 с вероятным проходом вплоть до новой вершины в районе 3986. А вот отмена текущего сценария состоится в случае прорыва и закрепления ниже разворотного уровня на 3871, что является ключевым моментом текущего прогноза. Ну и на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев. Это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.